Ах, обмануть меня не сложно, я сам обманываться рад. Кировскую семью обманули мошенники на 5 миллионов рублей. Об этом не только, я расскажу прямо сейчас в студии Елены Чехомовой, это Давича. Здравствуйте. И опять заметает. Синоптики прогнозируют сильный снегопад. За два дня выпадет больше половины месячной нормы осадков. Полная прозрачность услуг и кассовых чеков. В Кирове стартовал проект «Общественное питание». Сертификаты на дополнительное образование детей в Кирове предлагают доработать. Почему система дала сбой? Каждый 50-й житель планеты вакцинировался от коронавируса. Количество тех, кто уже привился от COVID-19, превысило 159 миллионов человек в мире. Об этом сообщает ТАСС. Тем временем в Кировской области все действующие коронавирусные ограничения продлили до 4 марта. Проведение развлекательных, культурных, рекламных и других мероприятий с большим скоплением людей остается под запретом. Масочный режим и соблюдение дистанции – обязательные требования. В отличие от Удмуртии, например, с сегодняшнего дня маски там можно носить по желанию. Очередная снежная волна на крыло Киров о погодных аномалиях пишут в паблике «Любительская метеорология». По прогнозам, за пятницу и субботу в областном центре выпадет больше половины месячной нормы осадков. Сугробы вырастут на 30 сантиметров. Температура воздуха остановится на отметке 15-16 градусов ниже нуля. На дорогах будет опасно, видимость снизится, будет скользко. В ГИБДД предупреждают водителей – будьте осторожны. Сильный снегопад продлится до следующего понедельника. Госавтоинспекция рекомендует всем водителям транспортных средств снизить скорость, увеличить дистанцию до впереди идущего транспортного средства, быть предельно внимательными и осторожными, особенно при выполнении маневров. С тревогой ждут предстоящих снегопадов выходные жители Слободы-Малой Ряби. Они боятся, что дорогу вдоль трассы у нового моста, которую, наконец, прогребли, вновь заметет. Напомню, мы освещали эту проблему пару дней назад. В интервью местные жители рассказали, что каждый день им приходится идти на работу и школу прямо по трассе. Пешеходной дорожки нет. А тропинка вдоль трассы настолько узкая, что людей сносят под колеса. До несчастных случаев со смертельным исходом, со слов местных, уже доходило. Власти установили светофор, только он не работает. После выхода сюжета в эфир дорогу вдоль трассы расчистили до самых ограждений. Остановку и проход к ней тоже. Светофор по-прежнему не работает. Но дело в том, что машины на фурах, которые водители ездят, на крупногабаритном транспорте, для них-то это только увеличилась площадь трассы, понимаете, ширина. То есть для них это еще стало лучше. И поэтому они сейчас будут еще сильнее прижимать наших жителей. К сожалению, но, по крайней мере, у нас есть возможность сейчас хоть куда-то какой-то маневр совершить. Уроженец Кирова лишился более 5 миллионов рублей за пару дней. Мужчина и его супруга стали жертвами дистанционных мошенников. Об этом пострадавший сам написал в соцсетях. Сейчас просит помощи у полиции. По словам Алексея Тестова, в конце января ему позвонил якобы старший следователь. Сообщил, что на его имя в банке взят кредит через мобильное приложение. Мол, это мошенничество среди банковских работников. При этом деньги уже отправлены на счет мошенников, но заблокированы. Вернуть их Алексей пока не сможет, но в целях расследования нужно погасить кредит одним днем. Мол, все под контролем полиции. Мужчина оформил новый кредит на сумму более чем 3 миллиона рублей и перевел на указанный счет. Так же поступила его жена. В общей сложности они перевели 5 миллионов 300 тысяч рублей. Позже выяснилось, что деньги ушли в неизвестном направлении. В полиции напоминают, дистанционные мошенники сегодня активны как никогда. Нужно быть осторожнее. По сравнению с прошлым годом произошел рост на 18%. Более чем в 5 раз вырос ущерб, который был причинен нашим гражданам. Вот по январю 2021 года он составил 41,5 миллионов рублей. В прошлом году за этот же период наши граждане потеряли всего лишь 7 миллионов рублей. В Кирове стартует новый проект «Общественное питание». Его организовала налоговая инспекция, чтобы добиться в общепите полной финансовой прозрачности. Отмечу, что в регионе держат кафе и рестораны полторы тысячи предпринимателей. Всю свою выручку они фиксируют через кассовые аппараты и выдают каждому клиенту чек. Так вот, чтобы проверить его подлинность и корректность, налоговая Кировская область разработала мобильное приложение «Проверка чека». Через него можно сверить информацию об организации, узнать наименование товара, имя продавца и другое. Сделать это можно легко – скачать приложение и просканировать QR-код на чеке. А нужна ли эта разработка? Этот вопрос мы задали руководителю общепита. Кассовых аппаратов и использование – это, конечно же, вещь обязательная. Тем более в общественном питании люди покупают продукты. И если, не дай бог, там попадется некачественная продукция, то с кассовым чеком потом можно предъявить какую-то претензию. Плюс, учитывая, что с этого года НВД отменили, и теперь люди будут работать на упрощенке, либо на патентной системе, то, опять же, для вычисления налогов, конечно же, нужны кассовые аппараты, программы, которые будут высчитывать, какой прошел оборот. Мэрия опять тратит деньги на елки. На этот раз городская администрация ищет подрядчика, который демонтирует два искусственных дерева за 187 тысяч рублей. Такая информация появилась на госзакупках. Согласно документам, разобрать елку нужно в Парке Победы, а именно снять с нее игрушки, гирлянду, убрать ограждение и вывезти мусор. Другую ель необходимо демонтировать в сквере трудовой славы. Он находится на перекрестке улиц Карла Маркса и Профсоюзной. Подрядчик должен провести аналогичную работу. За все он возьмет 187 тысяч рублей. Это деньги из городского бюджета. Напомню, что ранее мэрия искала рабочих на разбор елок в Первомайском районе. За работы предлагали 100 тысяч рублей. Зачем еще какие-то поделять деньги? Ну, вообще, для меня дичь какая-то. Электрик уберет за один рабочий день стоимость электрика одного рабочего дня полторы. Тысячи в день это стоит хорошая электрика. Ну и уронить елку, ну еще тысячи полторы, наверное. Сертификатом «Стоп» депутаты Гордумы предложили приостановить эксперимент с сертификатами дополнительного образования в Кирове. По их мнению, в будущем проект может привести к развалу этой сферы в нашем городе. Новшество ввели в рамках нацпроекта образования. Кировская область вошла в число экспериментальных регионов. В рамках проекта ребенок от 5 до 18 лет получает именной сертификат. Он позволяет бесплатно обучаться в муниципальных, государственных и некоторых частных кружках. Причем со следующего учебного года этот проект распространен не только на Киров, но и на всю область. А к 2024 году на новую модель должны перейти все регионы России. Депутаты Гордумы хотят, но хоть временно, остановить этот процесс по просьбе родителей. Сертификатом воспользоваться могут не все. Для детей дошкольников сертификат хорошо, потому что бесплатных кружков для дошкольников как таковых обычно не бывает. Соответственно, у меня есть возможность пойти бесплатно. Но для школьников-то всегда были бесплатные кружки. То есть во всех центрах местной активности, во всех вот этих вот объединениях рядом с домом, да, всегда были бесплатные кружки. И школьник мог прийти там на 2-3-4 кружка, если у него время позволяет. А теперь это получается нет. То есть у него ограниченная сумма на сертификате лежит, и он выбрал один кружок. Если этот кружок особенно в два раза в неделю, то все, он скорее всего больше никуда не попадет. Теперь оперативно следить за новостями города и области можно в нашем телеграм-канале, а также в ТикТок. Новости Кирова, Девятка ТВ. А у меня на этом все. В студии работала Елена Чехомова. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!